Какой должна быть идеальная няня? Строгой, рассудительной, терпеливой. На Викторию Прутковскую, главную героиню сериала «Моя прекрасная няня» это не похоже. Она использует не совсем традиционные методы воспитания детей. Не перетруждает себя, да и схитрить может без угрызений совести. Несмотря на это, более подходящую кандидатуру на роль няни в сериал «Моя прекрасная няня» чем Вика, зрителям. СТС теперь сложно было бы и представить, но сегодня не об этом. Сегодня хотелось поговорить о тех людях, которых к большому сожалению уже нет с нами. И мы их больше не увидим на телеэкранах. Любовь Полищук. После шестого сезона Любовь Григорьевна, Прутковская добродушная, смелая и обожающая поесть мама Вики умирает. Такой сюжетный поворот был связан, не с волей сценаристов и даже не с событиями в американской версии сериала, по мотивам которого снят российский ситком, а с трагической судьбой актрисы Любови Полищук, храмом позвоночника, в автомобильной аварии, гипертонический криз. Саркома привели к тому, что артистка умерла во сне 28 ноября 2006 года. Дмитрий Персин. Также появился в сериале в образе Лёвы Спинолома. Несмотря на то, что актер поздно начал карьеру, первую роль мужчина сыграл в 2002 году в фильме Королева Кросты или Очень трудное детство. Это нисколько не помешало пополнить фильмографию более чем на 50 кинокартин. Дмитрий Персин боролся с опухолью головного мозга, а 26 декабря 2009 года актер, к большому сожалению, ушел из жизни. Ольга Прохватыла. Российская актриса. Театр и кино исполняла роли в самых запоминающихся комедийных сериалах. Воронины, Папины дочки, Солдаты, Счастливы вместе. Посчастливилась Ольге Прохватыла сыграть и в «Моей прекрасной няне», героиню, тетю Раю. Артистка в последние годы жаловалась на сильные боли в спине, однако 6 июня 2013 года скончалась от оторвавшегося тромба в своей квартире. Почтить память знаменитости поклонники пришли в Богородское кладбище 14 числа. Сергей Заботин. Умерший актер сериала «Моя прекрасная няня» сыграл эпизодическую роль старика в 77 серии «Переезд любови». Смерть настигла Сергея Заботина внезапно по пути на пробы фильм «Москва. Центральный округ» в телекомпанию «Твинди». Опоздав из-за пробок и заблудившись возле станции метро «Бауманская», актер не пережил сердечный приступ. Трагическое событие произошло 19 января 2013 года. Ангелина Варганова. Зрителям умершая актриса запомнилась по роли жены доктора Антонова в сериале «Папины дочки». В седьмом сезоне «Моя прекрасная няня» Ангелина Варганова появилась в образе Изольды Андреевны, подруги Елены. Причиной смерти артистки на 42-м году жизни стала пневмония. 6 января 2013 года, через двое суток после кончины, женщину похоронили на кладбище родного города Канакова. Александр Карпов. Умерший актер. Сериала «Моя прекрасная няня» играл небольшие, но запоминающиеся роли. Марк Розовский, художественный руководитель театра «Уникитских ворот», где выступал Александр Карпов, в течение 16 лет отмечал. Он тихий и скромный в жизни, а на сцене смешной и еще раз смешной. Причиной смерти актера 1 июня 2018 года стали проблемы с сердцем. Карпов не дожил до операции всего лишь несколько дней. Александра Назарова в сериале «Моя прекрасная няня» исполнила роль удивительной, иногда шокирующей бабушки Вики, Надежды Михайловны. Перед трагическими событиями в жизни актриса сыграла последнюю эпизодическую роль в детективе Катии Блэк. Заболевание легких подкосило Александру Назарову, и 20 августа 2019 года артистка к большому сожалению скончалась. Причиной смерти назвали полиорганную недостаточность. Через 4 дня поклонники творчества провожали в последний путь актрису на Троекуровском кладбище. Редактор субтитров А.Семкин